Всем добрый вечер! Добро пожаловать на наш еженедельный вебинар «Почему Атоми?». С вами команда Мечты Арман. И сегодня у нас очень особенный гость – автомастер-продаж, бриллиантовый мастер, который живет в Южной Корее и работает в Атоме вместе с супругой Юлей. Это Владимир Ан. Владимир, тебе слово. Почему же Атоми? Добрый вечер, доброй ночи всем, кто сегодня зашел к нам на вебинар. Большое спасибо за приглашение. Большое спасибо всем, кто уделил время. Также передаю всем привет, кто будет смотреть это в записи. Очень давно не рассказывал про эту тему, и мне хотелось сделать это как-то по-особенному. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Владимир Ан. Я являюсь бриллиантовым мастером компании Атоми. Надеюсь, только пока. Являюсь автомастером продаж. И сегодня мы поговорим, почему Атоми. Так как я мужчина, у меня подход к этому вопросу будет более подходящий, скажем так, для мужчин. Возможно, женщины найдут в этом что-то полезное, и вы, надеясь, что это как-то поможет при рекрутинге, при общении с мужским полом. Мой любимый предмет в школе был математика, потому что он связывает с себя очень много всего, но все, что я люблю в математике, самое главное, это логика. Математика очень логична, последовательна. И, допустим, если вы что-то забыли, вы можете путем логических рассуждений или каких-то расчетов вывести то, что вы забыли. Такие предметы, как история, никого не хочу обидеть, строятся на запоминании определенных чисел и данных. То есть, если вы забыли год войны, вы не сможете, как-то логически рассуждая, ну, по крайней мере, я так это вижу, вспомнить, когда же, в каком же году произошла эта война. Поэтому математика был мой любимый предмет. И в формате математики мы сегодня поговорим про атоми, почему же атоми. И сегодняшний наш зум будет называться теорема Атрии. Для тех, кто не знает, для тех, кто, может быть, забыл, но теорема – это утверждение, которое требует доказательств. Так вот, когда мы приходим в атоми, любой человек, приходящий в атоми, он имеет свои сомнения. И ему, каждому из них, каждому из вас нужно было или нужно будет доказать эту теорему лично для себя. И сегодня я расскажу о порядке доказательства самому себе, почему именно атоми. Это доказательство, оно не стоит на месте. Это не значит, что я ее доказал себе месяц назад, или год назад, или два года назад, и все. Это доказательство, с которым вы работаете постоянно. Вы постоянно ее себе доказываете, обновляете какими-то дополнительными данными, дополнительными убеждениями, утверждениями и так далее. То есть, эта теорема, она гибкая и подвижная. Ну и что ж, я продолжу представление о себе. И как и в любой задаче, доказательство теоремы – это наша задача сегодня, у нас есть то, что нам дано. И в моем случае, что нам дано? Ну, мужчина 25-30 лет. Это просто такой средний возраст. Это тот возраст, когда мы пришли к тому, что нужно что-то в жизни менять. На момент регистрации мне было меньше 30, сейчас мне, допустим, уже 31. С момента нашей регистрации в Атоме прошло 2 года и 14 дней. За 2 года мы сегодня будем рассуждать, каким выводом я пришел, и как последовательно я себе эту теорему доказываю. Далее. Без перспективного опыта. Что я здесь имею в виду? Мику указало, что я имел опыт работы юристом, то есть я был работником адвокатской фирмы, помощником адвоката несколько лет. Потом мне это по определенным причинам, не буду вдаваться в подробности, мне это разонравилось, я ушел в совсем другое русло, мне начало нравиться готовить. Я работал в разных ресторанах, в Узбекистане, в Казахстане, набирался опыта. Но когда у тебя появляется семья, я не говорю, что невозможно, но это становится гораздо сложнее, когда ты хочешь завести семью и обеспечивать ее. То есть эту семью намного сложнее заниматься деятельностью, которая имеет меньший перспектив. Поэтому мы оказались скорее. Здесь мы работали как работники физического труда, мне не нравятся другие слова, работник физического труда, но менее, скажем так, обижает, но на самом деле там было все очень сложно. Почему без перспективного опыта? Я считаю, что то, чем я занимался в последние годы, оно не могло меня привести именно к достатку. О достатке мы еще позже поговорим. Без большого таланта нужно смотреть правде в глаза. Я смотрю на людей вокруг и смотрю в первую очередь на себя. И я понимаю, что большинство из нас люди без какого таланта, который может привести нас к доходу, к стабильности финансовой. Это грустно, но на самом деле это так. Можно пытаться заниматься то, чем вам нравится. У меня такого, к сожалению, нет, чтобы меня наверняка привело к такой стабильности финансовой до появления АТО. Проблемы со здоровьем. Опять же, физический ресурс, он ограничен. Работая физическим трудом, вы всегда будете ограничены тем, что может позволить ваш организм. У меня не самое крепкое здоровье, и об этом я узнал как бы здесь, в Корее. И когда я с этим столкнулся, я понял, что мое здоровье, вернее, уменьшение моего ресурса вовлечет уменьшение моих доходов. А потом еще и увеличение расходов, потому что нужно будет себя лечить. Лечение, в принципе, во всем мире, оно не дешевое. А в Корее особенно. Муж и отец. Понятное дело, что раз у тебя есть семья, раз у тебя есть ребенок, то тогда ты должен нести ответственность и за них тоже. Эта ответственность требует больше времени, внимания и финансовых средств тоже. Сын. У меня есть родители. Слава богу, они рядом, недалеко. И я хотел бы вам такую вещь сказать, что так как я из Узбекистана, у меня всегда мысль была о том, что когда я вырасту, помимо того, что я стану космонавтом, так я еще сделаю так, что мои родители ни в чем не будут ждать. Но мы взрослеем, и мы со временем, знаете, отдаем свои мечты, мы закрываем на них глаза, мы про них забываем, мы идем на компромисс, мы перестаем говорить себе, что это важно, а на самом деле это важно. Дать хорошее что-то тем людям, которых ты любишь, твоя семья, твои родители, твои близкие. У меня был интернет и смартфон. Так же, как и у многих у вас, раз вы зашли в сегодняшний Zoom. То есть это все, что у меня было. То есть не было каких-то финансовых средств, не было накоплений, которые ты можешь взять, вложить. Не знаю, десятки тысяч долларов, чтобы открыть какой-то бизнес. Этого ничего не было. Поэтому список того, чем можно было заниматься, был крайне узок. Сегодняшняя наша задача доказать, что Атоме наилучший выбор. Конкретно в моей ситуации вы можете эту теорему доказывать себе самостоятельно, используя ваши данные, то, что я от себя добавил, вы можете от себя добавить и посмотреть, будет ли это менять ход решения. Я не претендую на научность данного вебинара, но метод, он околонаучный, скажем так. Но перед этим цель. Какова цель? Во-первых, финансовый достаток, чтобы денег хватало. О чем, понятие, конечно, растяжимое, но недавно в интернете я встретил вообще гениальную формулировку. Она очень современная и актуальна. Что такое финансовый достаток? Когда у вас столько денег, чтобы вы могли взять, и в случае необходимости, не дай бог, конечно, но вдруг кому-то из ваших родственников, близких понадобилось самое дорогое лечение, самой редкой болезни. И вот у вас есть возможность финансовая дать этому человеку самое лучшее лечение, не продавая при этом недвижимость, свои имущества, органы и так далее. Хотя такое встречается на практике, когда люди жертвуют собой ради спасения близких. Чтобы этого не происходило, нужно иметь определенную финансовую подушку. Вот такая цель. Помимо этого, когда у вас такой доход, когда у вас такое количество сбережений, вы, соответственно, можете себе многое что позволить. Эта цель может расширяться, может быть больше, но примерно нужно стремиться к этому. Я считаю, что наша цель именно такова. чтобы у нас, у наших близких, у наших партнеров был такой вот достаток. Я, например, мечтаю о том, чтобы когда мой ребенок подрос, он мог себе позволить учиться в одних из самых лучших вузах мира. И ограничивалось это только тем, что мой ребенок сам этого не хочет или не считает нужным, а не потому, что мама с папой не могут мне этого позволить. Вот это одна из моих основных целей. Так, мы определились с целью, ну, что пойдем дальше, будем доказывать. Решение задачи следующее, конкретно для меня. Я начал сравнивать Atomy с обычным бизнесом, потому что по работе в общепите, как и многие другие, я решил, что вот открыть какой-то ресторан, кафе такое уютное, это будет очень круто. Это звучит на словах очень красиво, но на самом деле на практике окупаемость какой-то точки общественного питания через год, это уже хороший результат. Понимаете? То есть вы вкладываете какую-то сумму денег, работаете, и через год вы только выходите в ноль. А все это время вам нужно платить аренду, платить зарплату, это большие расходы. Мало того, что тогда я не мог себе этого позволить, но наблюдая за результатами других людей, я видел, что степень эффективности, процент успешных результатов очень низок. Так как я обозначил сразу, что я не талантливый, то есть у меня нет таланта в ресторанном бизнесе, у меня тем более нет опыта. То есть я работал в общественном питании, но не как учредитель, не как директор, а именно как работник, которому нравится вкусно готовить и вкусно ехать. Поэтому гарантировать самому себе, что у меня обязательно получится, я не могу. А это риски. Риски финансовым состоянием, риски будущим моей семьи, на что идти ни тогда, ни сейчас, я не согласен. То есть рисковать будущим своей семьи, настоящим своей семьи, я не готов. Я думаю, многие из вас в том числе такого же мнения. Поэтому, сравнивая с бизнесом, в большинстве случаев за хорошим, успешным бизнесом стоит либо грамотное управление плюс финансовое вложение, либо финансовое вложение плюс гениальная идея. И там, и там мне чего-то до не хватало. Поэтому этой идеей нужно было отбросить. Я понимал, что мне не хватает каких-то знаний, я начал изучать разные вопросы, занимался самообразованием, по финансам, по экономике в момент, когда мы осознали, что нам что-то нужно найти для себя, пока мы не нашли Атоми. в этот промежуток времени. Атоми MLM компании. Атоми MLM компании. Я знаю, что этот зум будет в интернете, но в принципе я буду говорить относительно очевидные вещи. Это очень легко проверить будет потом. И я думаю, никто на меня не обидится. Очень много сейчас MLM компании на самом деле. И часто мы даже не знаем, что этот продукт или услуга оказывается предоставляется MLM компании. И когда мы приходим в Атоми, мы думаем, а почему я выбрал именно Атоми? Особенно это происходит тогда, мысли такие часто посещают людей, когда появляется какая-то новая сетевая компания. И вот он сидит, какие-то сложности в Атоме испытывает, думает, а почему я не выбрал ту? Может быть, мне перейти туда? Были ли у ваших партнеров такие мысли? Если были, поставьте плюс. Это вполне нормально, потому что человек, что естественно, всегда будет стараться найти то, что для него лучше. И для меня стало основополагающим. Всегда. Вот я слышу какое-то название сетевой компании. Я всегда должен сравнить, почему я именно в Атоме, а не в Томе. Я должен сразу себя обозначить, почему именно так, почему я в этой компании, почему я люблю Атоми больше. И я потратил определенное время на изучение многих маркетинг-планов. Я посмотрел видео многих лидеров из разных сетевых компаний, именитых. И я могу вам с уверенностью сказать, что Атоми лучше. Но это мое субъективное мнение. Когда вы будете доказывать эту теорему для себя, вы должны сделать это сами. То, что мы называем, то, что мы говорим людям каждый раз, когда мы озвучиваем преимущество компании, мы так к этому привыкли, но на самом деле далеко не каждая компания, практически ни одна, не может похвастаться всем этим сразу. То есть, то, что дает Атоми, практически никакая сетевая компания не может дать то же самое. Нет необходимости совершать покупки регулярные, будь то ежемесячные, будь то ежеполугодичные, например, как в Shiseido, или ежекаталожные, как в Oriflame. Вот эта свобода, она очень цена. Эта свобода есть у каждого из нас. Эта свобода говорит нам о том, что у нас с вами не будет так называемых откатов, не будет трудностей. Мы об этом тоже позже поговорим. Далее. Продукт. Почему продукт важен? Сейчас опытные сетевики определяют хорошую сетевую компанию следующим образом. Если убрать возможный заработок, будут ли люди покупать этот продукт или нет? В Атоме определенно будут. Почему? Потому что мы знаем, что существуют продажи в интернет-магазинах. Это нарушение правил компании. Но важно здесь другое, что люди покупают там без возможности заработка. Порой они покупают даже дороже, чем это стоит в нашем интернет-магазине. Просто потому, что они не знают, что можно заказывать на официальном сайте. Они недостаточно знают о компании, но успели познакомиться с продуктом. Таких случаев очень много. Таких случаев много в Корее. Люди, которые приходят в образовательные центры, я думаю, есть определенный процент, которые ничего не знают про Атоме, но хотят покупать продукт. Им не интересен бизнес. Это очень ценно. Мы расстраиваемся, конечно, когда человек говорит, вот ты мне Химахин дай, а бизнес меня не интересует. Да, мы расстраиваемся. Но на самом деле этому нужно радоваться, что у нас такой классный продукт, что люди даже без каких-то кэшбэков, вознаграждений и так далее, акций, скидок, они готовы покупать продукт просто за то, что он хорош. Это у нас есть. Сегодня я не буду перечислять, какой продукт, чем хорош. Мы все этим занимаемся ежедневно, но для себя вы должны доказать это таким образом, чтобы это было убедительно для вас. Так, далее. Сама компания. Очень часто при обсуждении Атоми мы говорим только про маркетинг-план, мы обсуждаем только продукт, но сама компания Атоми, она уникальна. Ее результаты, ее темпы роста, они просто поражают. Это можно сравнивать как и с другими сетевыми компаниями, можно сравнивать просто с другими, неважно. То есть, темпы роста Атоми, они феноменальны. И не сравняться ни с одной другой сетевой. Опять же, повторюсь. То есть, это нам дает убеждение в том, что мы в правильном месте. Это дает нам убеждение в том, что мы в самой лучшей компании из всех возможных сетевых. Каждый, конечно, сетевик так будет говорить, но вы должны, скорее всего, лично для себя это доказать. Исследования. Мне очень нравится, что исследования Атоми, инвестирования Атоми, то, что они делают, они направлены не только на развитие продуктовой линейки. Компания понимает, что на одном хорошем продукте далеко не уедешь. Когда разрабатывался Химохим, разработчики, производители Химохима думали так, если сделать хороший продукт, то он будет сам себя продавать. Как оказалось, это неправда. Продавали они по менее тысячи в год, и получается, когда в Атоме начали предлагать Химохим, продажи увеличились в тысячи раз. Поэтому недостаточно хорошего продукта, нужно нечто большее. И Атоми постоянно развивается. Мне хотелось бы с вами поговорить о тех вещах, которые есть или будут в Атоме. Мы много говорили в прошлый год, позапрошлый год о Азамол. Сейчас немножко мы говорим об этом меньше, потому что мы все это ждем, но, друзья, я не знаю, сколько времени это займет, но я уверен, что это огромная перспектива для нас. То, что мы делаем сейчас, принесет нам еще больше результатов пользы дохода по будущему благодаря новым возможностям Атоми. Азамол – это один из них, один из подтверждений этого. Далее, что у нас еще есть? Постоянно борьба ведется на рынке, то есть компания пытается исследовать продуктовую линейку таким образом, что оценивая конкурентов, они создают продукт такого же или более высокого качества, но цена в разы меньше. Выступление президента, когда он заявил, что аналоги Синергия Ампул стоят в 12 раз дороже, чем наш продукт, заставляет задумываться, что компания имеет такие решения, построила такую модель ведения бизнеса и продвижения продукта, с которой не могут конкурировать другие. Далее, философия компании. Ох, это очень важно, друзья. Философия компании это заботиться о душе, это то, что есть в Атоме, самое ценное, на мой взгляд. Вот заботиться о душе, о душе своих партнеров, о душе своих лидеров, о душе своих спонсоров. Это настолько важно, на этом строится бизнес. И многие люди, когда приходят в Атоме, они не понимают, почему здесь люди, которые совершают нерациональные решения, которые говорят своим партнерам, я вам помогу просто так, просто, чтобы вы шли, люди с опытом в бизнесе говорят о том, что это же неэффективно, как можно человеку без контракта, без заключения каких-то обязательств давать деньги или давать помощь просто так. Они удивлены, но при этом потом они наблюдают за результатами успеха тех людей, которые так поступили. Философия компании очень перекликается с фильмом, в котором мальчика, не помню, как зовут актера, а главного беру зовут Кевин Спейси, называется Плата вперед. Я часто об этом фильме говорю, но этот фильм очень ассоциируется у меня с Атом. Посмотрите на досуге, можете просто почитать об этом фильме, так, будете, не будете смотреть, в общем спойлер. Смотрите, там детям предложили в рамках домашних заданий по естественному знанию придумать, как они могут изменить мир. И дети по своему усмотрению придумали разные глупые идеи, и только один мальчик предложил следующее. Я помогаю двум или трем людям просто так. они мне за это ничего не должны. Но взамен они должны помочь еще трем людям. Понимаете, вот эта прогрессия, которая последовала после его идеи, и он помогал людям, которым действительно нужна была его помощь. Мальчику там, не знаю, 10 лет. И вот эта плата вперед начала путешествовать в другие штаты, другие города, люди, журналисты начали об этом узнавать. Приезжали на встречу, брали у него интервью. Понимаете, как далеко эта философия может нас завести? Это, конечно же, фильм, но он не лишен логики. Мы можем в нашей голове спрогнозировать, как это будет развиваться и что такое действительно возможно. Я очень хочу верить, и я верю в это всей душой, что в Атоме мы способны на это. Работая именно согласно философии компании, мы сможем это сделать. Я вижу, когда наши партнеры, как меняется их жизнь, как меняется их внешность. Мне очень нравится, что мы все мужчины, Владимир, если он слышит, нас не даст соврать, мы окружены женщинами, как они хорошеют с каждым днем, потому что они пользуются нашей продукцией. Это приятно за этим наблюдать, приятно за этим наблюдать и дома, и в Инстаграме, в социальных сетях, и в зумах, потому что это четко и ясно видно. Команда и менторство. Для меня в этой теореме, в этом доказательстве команда и менторство это тоже основополагающий фактор. Перед тем, как заняться Атомией, я очень интересовался инвестициями. У меня был план, допустим, на 10 лет изучить эту тему очень досконально. Я начал продолжать изучать и работать, делать какие-то накопления и инвестировать в это. Так как мы находимся в Корее, это было очень и сейчас является очень сложно, так как мы здесь все равно являемся не гражданами, а иностранцами. Но даже несмотря на это, я очень понимал, что не только не хватает базовых знаний, так еще не хватает уникальных знаний. Что значит уникальные знания? Когда вы приходите в какой-то бизнес, есть вещи, которые вы не узнаете из книг, есть вещи, которые вы не узнаете за первые 2-3 года работы, есть то, что откроется вам через 5 лет, через 10 лет. Но если вы вдруг найдете человека, который вам это расскажет, поделится с вами этим секретом, то вы сэкономите годы работы, годы жизни, денег и в целом усилий. Такого в интернете очень сложно. В мире финансов такое найти финансовое инвестирование практически невозможно. Даже если это ваш близкий друг, никто вам не даст гарантии того, что он вам говорит правду, что он вам рассказывает действительно все, никто таких гарантий не даст. И всегда будет вот это подозрение, что где-то кто-то что-то не договорит. В Атоме менторство оно на максимальном уровне. Что это значит? Ваш спонсор он ваш спонсор, он ваш ментор на всю жизнь. На всю жизнь это очень важно, потому что есть некоторые любви сетевые в компании, в которых этот период не столь длительный. Он может занимать несколько лет, а потом это прекращается. Каким образом? в некоторых сетевых компаниях, не будем называть их имен, есть такой момент, когда вы приглашаете человека в компанию, он работает, развивается, растет вместе с вами, и когда он достигает какого-то уровня, шестого, седьмого из десяти, он отделяется от вас, и его продажи никак на вас не влияют. Соответственно, в этот момент вы уже не спонсор, партнер, вы уже просто партнер из параллельных структуры, а возможно даже и конкуренты. В Атоме мы с вами структурно, когда видим наших партнеров в своей структуре, мы понимаем, что это партнеры на всю жизнь, и мы планируем, мы мыслим, мы действуем, исходя из этого, что это партнеры на всю нашу жизнь. мы осознаем, что нам нужно идти с ними руку в руку, нам нужно помогать им на протяжении всего пути, и люди, которые изучают маркетинг-план, они понимают, что это вполне разумно, помогать нашим партнерам. Почему? Потому что тогда будет расти наш доход. Это настолько просто, так же, как в этом фильме, просто, но почему-то раньше никому это в голову не приходилось сделать. И почему мы сейчас сталкиваемся с тем, что какие-то трудности, когда мы называем слово MLM или сетевой, потому что сама идея сетевого, она очень добрая, но почему-то не получалось у других компаний донести эту доброту, и вечно выходил не тот результат, который закладывался в Атоме. Но в Атоме, я верю в это опять же всей душой, что мы вот этой добротой сможем не только зарабатывать хорошо, и наши партнеры смогут зарабатывать, но и сделать мир значительно лучше. Окружение. Друзья, знаете, вот я сейчас смотрю, кто зашел в Zoom, и я уверен, что среди вас есть люди, которые более просвещены, чем я, более умные, более сообразительные, лучше меня во многом. И это здорово, потому что находясь в таком окружении, я тоже становлюсь лучше. Общаясь с такими людьми, я тоже становлюсь лучше. Моя большая проблема была в том, что там, где я был, в мире физического труда, разговоры сводились к очень простым примитивным вещам. И партнер недавно мне поделился, когда там заканчиваются темы для бесед, люди начинают выдумывать какие-то темы, и это приводит к конфликтам, а иногда их дракам. Нам с вами всегда будет о чем поговорить, мне с партнерами всегда будет о чем побеседовать, обсудить какие-то планы, и это всегда будет приводить только к росту. Окружение, которое сегодня на данный момент у нас есть, это люди, которые преследуют одну и ту же цель, что и мы. Цель роста, финансового достатка, развития, помощи своим близким, помощи своим партнерам. Мы идем как волна убежденных в своей правоте людей, и я думаю, что ничто не сможет нас развернуть, ничто не сможет нас ломить. Сегодня я хотел бы еще поделиться такой новостью, возможно вы это слышали на Корейской Академии, что окружение оно будет и дальше меня совершаться и вот анонсировали такую вещь как бизнес-школа Атоми. В начале этого озвучили как Атоми MLM Атоми Network Marketing University, теперь это называется Атоми Business School. И у нас есть такая возможность у автомастеров по приоритетной очереди поучаствовать, пока это только для Кореи, есть возможность поучаствовать. То есть сейчас компания, помимо того, что она инвестирует в развитии, в новой технологии, она инвестирует в обучение своих лидеров. Я очень рад, что к этому моменту мы можем туда попасть среди первых и получить какие-то ценные знания, как развивать наш бизнес, как помочь нашим бизнесу, нашим партнерам. Говорят, что это возможно будет внесено и в другие страны со временем, что очень круто. То есть там будет постоянное обучение, официальная ценная компания, очень интенсивная. будут классы по флагманским продуктам, например, там будет химахим класс. Очень хочу посмотреть, потому что обещаю, что много информации можно будет оттуда узнать. химахим Вы тоже будете участвовать в обучении. я сейчас до конца не уверен, потому что там будет на корейском языке, но я очень постараюсь там участвовать и получить как можно больше полезной информации, потому что там по прошествии каждого курса будет все усложняться и становиться сложнее, но буду стараться. Как и в любой доказательной задаче, что и требовалось доказать в завершении, потому что я считаю, что на данном этапе я для себя уже доказал, что атоми это то, что мне нужно, атоми это то, что нужно моей семье, атоми это то, что будет приносить доход и поможет мне достигнуть тех целей, которые я себе поставил. То есть очень большую часть моих целей можно решить с помощью финансовых средств, которые я получу из-за этого. Для меня это задача доказанных. Предлагаю вам составить что-то подобное и доказать это себе. Особенно это актуально доказать в моменты, когда у вас что-то не получается. Например, вы получили череду отказов, череда неудач, какие-то проблемы. Вы садитесь и доказывайте себе эту теорему, что это действительно для вас работает. Потому что все мы люди, мы не можем как, да в принципе ни одна машина не может работать стабильно пока, то есть мы тоже люди, мы имеем чувства эмоций и вот в моменты слабости вот эту теорему себе нужно доказывать, что вы на правильном пути, что вы в том месте. Просто сейчас какой-то сложный момент. что вы здесь пишете? Спасибо, Владимир. Вопросов нет? Пишите свои вопросы. Сейчас есть такая возможность задать вопросы автомастеру. Владимир владеет корейским языком, он так просто скромничает. Да, лучше меня. есть некоторые моменты, которые мне сложно даются в корейском языке, но я понял одну вещь, что чем больше мы будем сталкиваться с этими сложными моментами, это касается тоже корейского языка в том числе, то тем проще становится звонить. Допустим, я сейчас звоню в свой банк и разговариваю исключительно на корейском языке, потому что раньше я звонил в банк или разговаривал на английском. И вот по тем вопросам, которые меня интересуют, я уже в принципе очень доходчиво, очень быстро объясняюсь, и люди меня всегда понимают. Меня это очень радует, мне это приносит удовольствие. Когда я звоню в колл-центр Атом, меня меня тоже практически всегда понимают по всем вопросам, которые есть в Атоме стандарта. Но вот когда какая-то нестандартная новая среда, там уже сложнее. Давай буду читать. Акасим пишет, Владимир Ахмет, отличная подача, как всегда, очень приятно, интересно услышать. Мираж и план привет. А Мираж это троечка Юли и Владимир. Екатерина, благодарю вас, Владимир, за много полезных советов. Огромное спасибо пишет Погма. Спасибо вам, друзья, за поддержку, какие-то викиливости, вопросы. Также хотел сказать, что Владимир, он большой труженик, с Юлей, они занимаются отправкой корейских товаров в нашей команде. Даля отправляет часть и Владимир тоже большую часть отправляет. Так ты успеваешь. появились вопросы. Ну, быстро. Так, я так не могу по времени сказать точно. Я могу сказать разницу между нашими ID. Первые три цифры нашего ID 146, первые три цифры ID нашего активного партнера очень активно 155. Ну, в принципе, не так долго, то есть между нами несколько тысяч людей. В тот момент, когда этих людей не было, казалось, что это вечность. Казалось, что ты ждешь очень долго, очень хотелось все прекратить, потому что нет людей, которым это интересно. Но когда эти люди придут, особенно ценно, если эти люди придут сами, а вы их не силой зарегистрировали, то тогда результаты будут совершенно другие. Большое всем за обратную связь, спасибо. Нам пишет мастер Широнской Розы, Маляка, Марина, Альминова, спасибо большое за то, что ты отправляешь к нам посылки скорее. Маляка, вы, я вас всегда буду помнить, потому что первое время все мне говорили, что вот Марина и потом когда вы мне писали, помню, что я вижу, что Маляка Аминова, я всем говорю, нет, мне Марина ничего не сообщала, я не мог понять, оказывается, у вас есть два имена, теперь я буду это помнить всегда. Большое всем спасибо, про силу окружения еще раз бы хотел сказать, многие люди пишут, что знают, кто мы, знают нашу точку, и мы все наступит какой-то день, когда большая часть людей сможет собраться и порадоваться просто друг за друга своими результатами, своим результатом, достижением, просто у нас есть партнеры, мы начали работать прямо перед пандемией, по сути, партнеры, которых мы никогда не видели, я просто себе представлю, я встречаю человека, который пришел ко мне в бизнес, к нам, в команду, 3-4 года назад, и вот мы сегодня стоим, мы в рангах, мы решили свои финансовые проблемы, мне от этой мысли только уже слезы на глазах наворачиваются, потому что это так трепетно, это так греет душу, поэтому если вдруг у кого-то есть такие моменты, когда он сложный, представляете вот это, мне кажется, это очень круто, встретиться со своими партнерами, особенно с теми, которые мы никогда не встречались, и порадоваться успехом, который вы проделали, для которых вы проделали огромную работу. Димир, также хотелось тебе сделать комплимент о том, как ты здорово выглядишь, как у тебя сияет кожа, расскажи, чем ты пользуешься. Ну это фильтр на самом деле сегодня, а так я пользуюсь Atomim Man, в последнее время очень сложно всем пользоваться, мне нравится из очищающих средств, я убрал все, кроме мыла Dongubat, я его использую для умывания лица, мне оно очень нравится, прям любовь спереза, то есть мне нравится это мыло больше, чем все пенки, которые есть, это мое предпочтение, потому что у меня после него чистая такая кожа, хватает его очень надолго, я умываюсь им и только для лица использую, мне оно очень нравится, особенно нравится тот, что с лемонграссом, из ухода я использую Atomy Man, мне тоже очень нравится, так, с какой страной вы видите сотрудничество в перспективе, не совсем понятен вопрос, но известны планы компании, наверное, в чатах могли видеть, что Узбекистан, Монголия, Бразилия планируется к открытию, а конечная цель это весь мир, знакомые чувства, когда слез, когда трепетно, когда слышишь и компания от вот, это классно чувство, все друзья, большая связь можно еще, Владимир, вопрос, какой у тебя любимый продукт вообще Atomy? Вау, любимый продукт, ну, я бы, наверное, сказал, что у меня в каждом разделе есть свой любимый продукт, вот, в каждом разделе есть то, что мне очень нравится, например, ну, в базах, я думаю, нет смысла что-то говорить по базам, то есть, если бы не было Hima Hima, то, наверное, мне нравится очень желательно кальций, потому что мне нравится сама его идея, как он был придуман, в какой форме он, и, ну, вообще, гениальный продукт, вот, из раздела красоты, наверное, Синергия Ампул, хоть я и не пользовался, но я восхищен этой новинкой, любимый продукт из ухода от мыла, я очень, мне это прямо вот, часто, я был очень расстроен, когда Юля, которая сейчас рядом со мной сидит, она хочет что-то сказать, я был очень расстроен, когда из трех кусочков мыла, она два оставшихся подарила, поэтому пришлось новую заказать, и у меня она действительно очень нравится, из еды мы любим рамен, и сосиски, в Атоме классные сосиски, приедете в Корею, мы все будем угощать корейскими атомными сосисками, так, потому что, ну, из раздела еды, одежды, пока я еще не все сравнил, но до конца года я проведу сравнительный анализ всей линейки одежды, я думаю, поэтому туфли ему очень нравятся, да, туфли очень хорошие, то есть, как кроссовки или туфли именно, да, до кроссовки я еще не дошел, но туфли мне очень нравится, потому что, вот мое сравнение, мои последние, в Корее все ходят в кроссовках, и моя последняя покупка туфель была вот на свадьбу, когда у нас Юля была свадьба, так вот, эти туфли, которых я проходил целый день, это одни из самых ужасных, которые были вообще в моей жизни, и я понял, что в принципе за всю мою жизнь у меня не было такой обуви, в которой не было бы дискомфортно ходить, в Атоме, вот мы, допустим, ездим в Корее в другие города, и ты одеваешь эти туфли, и целый день ты в них ходишь, ездишь, и в конце дня у тебя нет такого ощущения, что у тебя ноги сейчас просто отвалятся, так, пробиотики, как жир, ну, друзья, у каждого свой любимый продукт, они все классные, я просто называю то, что мне лично нравится, не моей семье, потому что у Юли свои предпочтения, у Мираши уже свои предпочтения, она, мы никогда ей не предлагали химохим, но она сама знает, что это, и сама просит. О, а если в конце эфир, желаем вам с Юлей успехов, достижение ранга, и перед мастер. Да, ты также Сема написала, что она обалдела, когда Юля в сторис поделилась тем, что ты пользуешься набором абсолютно больше, чем она. Было такое дело, да, было такое дело, но сейчас со временем гораздо сложнее, мне вообще сама идея ухода за кожей очень нравится, потому что там, откуда мы приехали, там, где мы жили, в моем детстве такого не было, понимаете, то есть, когда я смотрел на маму, то есть, ее уход, это был крем, причем этот крем, он был для всего, то есть, ну, мы скромно довольно жили, этот крем был для всего, он был и для рук, и для лица, и для всего, один крем, все, больше ничего нет, то есть, когда ты смотришь на такой разнообразие, сейчас у моей мамы там ассортимент очень большой, и не только атомы, то есть, там очень много всего, но на тот момент многоступенчатого ухода, в принципе, не очень нравилось наносить, я не испытывал какого-то дискомфорта, что я мужчина использует, Юлия, наверное, сильнее меня уставала, поэтому она шла спать, а я в этот момент наносила на связь. Если сейчас Владимир вам расскажет продолжение истории Абсолют, то многие присутствующие женщины сейчас могут закидать его тапку. Ну, все очень просто, как бы, я знаю, о чем сейчас что ты имеешь в виду, мы поставили в одну из проходимую точку, скажем так, тестер старого Абсолюта, скажем так, у нас почти заканчивался, но так как там не было в меня его консультанта, он так и остался. Прошло какое-то время, время прошло, он стал как бы просроченным. Продолжать его использовать в качестве тестера мы не стали, наносить на лицо мы тоже не стали, ну, единственное, что пришло нам в голову, что можно сделать с остатками просроченного Абсолюта, это его на ноги и наносить. У Вовы сильно авитаминоз, у него просто потрескавшиеся пятки были, пальцы, то есть кожа облазила очень сильно. И я сделала фото, просто я постеснялась выставить это в сторис, если честно, но то, что было до и то, что сейчас, это как будто ноги другого человека просто. Вот, он наносил его примерно две недели без перерыва, вот, все шесть этапов, как положено, вот, и пятки просто стали, полностью стопа стала как у младенца. Вот. Ну, пока я уже не буду. Да, показываю. Красный лайфхак. И еще ребята, да, Юля слышу, Юля тоже большой привет. Что бы вы хотели получить в подарок от Атоми? Что бы мы хотели получить в подарок от Атоми? Какой продукт? Не совсем понятен вопрос. Ну, как подарок? Вот пришла посылка, да, к чему бы вы обрадовались? Нам все нравится. У нас такого нет. Честно сказать, когда мы только пришли в компанию Атоми, всем здравствуйте, я тут сижу, у меня немножко непрезентабельный вид, я поэтому так здесь закулисами. Дело в том, что когда мы только пришли в Атоми, ну, я сейчас говорю, это так открыто, но на тот момент, вернее, сейчас вспоминая, да, порой наворачиваются слезы, но это слезы, слезы, наверное, радости, потому что в тот момент, когда мы только пришли, мы не могли себе позволить что-то купить с Атоми, чтобы попробовать. И я благодарна нашим спонсорам, щедрым, которые каждый семинар что-то нам дарили и давали возможность попробовать очень много продуктов. А сейчас, вот, Мика задала этот вопрос, и я не могу сказать, чему бы я обрадовалась, потому что я сейчас могу себе купить абсолютно все, что есть в этом магазине. И я, наверное, бы хотела сейчас пожелать всем, чтобы вы не опускали руки, потому что, глядя на нас, вы, ну, я с уверенностью могу сказать, что у вас у всех получится, потому что у нас нет каких-то богатых родителей, которые нам в самом начале помогали, у нас не было денег, у нас не было опыта в сетевом, и мы просто с завода ушли в атоме. Вот, и здесь все будет зависеть от вас и от ваших спонсоров, скорее всего, да, потому что, если бы не наши спонсоры, когда были моменты, опускались руки, я всегда об этом говорю, что не будет легко, здесь нет легких денег, здесь не будет бесплатного сыра, вот, здесь нужно будет работать, но все это оправдано, и я своим партнерам всегда говорю, посмотрите, где мы были тогда и где мы сейчас, вот, но подарок, если, наверное, возвращаясь к этому сейчас, так, что бы я хотела, я бы, наверное, хотела новый Абсолют, но не для себя, вот, а в подарок у меня есть партнер один, вот, которому я бы, наверное, хотела его подарить, вот, и если бы мне его подарили, я бы очень обрадовалась, мне уже подарили Абсолют один раз, вот, только один раз? это был вопрос, с подвохом, да, тогда выбрали Абсолют набор, ты, понимаешь, ты, ладно, с подвохом быть, надо быть, я вообще думал, что сказать, ну, масочки, хорошие, Владимир уже, понимал, к чему я веду, да, ты, по сути, Лёва пошла, нет, если бы с подвохом, то, наверное, рубашка, вот, Вова все смотрела, ну, мужская рубашка, потому что мы видели на Вове хигает рубашка, а когда у нас была в этот раз последняя встреча с Мунгьомом, то на нем была вот эта рубашка, и я смотрю, что он, Мунгьом ездил очень долго, потому что мы их ждали долго, они ездили в другой город, стали и задержались, но Мунгьом приехал в эту рубашку, как будто ее только погладили, вот, я в этот момент Вову толкаю, говорю, Вова не хочет, как у Мунгьома, классно, ну, тогда Владимир, а какую рубашку, которая такая, более официальная, белая, есть голубая, да, можно потом это просто такой, да, тогда, Владимир, спасибо тебе большое, да, за классное выступление, подарок от спонсоров, это рубашка, Юлю пригласим в следующий раз, Юля, выходи в следующий, мы тебе тоже что-нибудь подарим, да, да, Юлю, ты тоже благодаря, за мотивацию, тут про Абсолют, вспомнили, как Пахангиль рассказывал историю, то, что у него тоже была такая клиентка, которая не хотела пользоваться Атоми, да, принципиально, и наносила на ноги, и потом она видит, что у нее ноги лучше, чем лицо. Да, потому что результат, вот, допустим, когда я на лицо наношу, на следующее утро, я не совсем понимаю, ну, в силу возраста не особую разницу ощущаю, но когда ты нанесешь это на проблемные участки, ну, например, у меня это стопы, да, результат на следующий день, вот, вот, от и до, до и после, он просто поражает, вот, и ради эксперимента, вот, у кого есть абсолютно, попробуйте на какую-то проблемную зону один раз все шесть этапов, просто один раз, ради эксперимента, поверьте, вы будете очень удивлены, и мне кажется, возможно, лучше показывать результаты до и после, чем на лице, может быть, на ногах эффективнее, ну, так, для примера, потому что там, где более проблемная кожа, вы увидите гораздо больше разницы, чем на лице. Да, я видела, кстати, синюю амбулу наносили на одну руку, а на другую не наносили, вот, просто, чтобы нажали, и потом, оттуда, в общем, на лицо наносили, с руки, только на левую, и потом с правой сравнили, и была прям, большая разница, морщинство, ломит. Светлана пишет, дорогие наши спонсоры, благодарим вас за сказанное, очень интересно, трогательно, познавательно, да, что касается семьи Ан, всегда очень трогательно. Ой, заядлые, мы очень эмоциональны, и весело бывает. Так, также Дина пишет, спасибо, Юль, слушая вас, вашу историю снова и снова стоит ком в горле, спасибо вам, за вашу доброту, и мотивацию. Мы тоже преодолели, я не особо использую, испытываю какие-то трепетные эмоции, когда вспоминаю прошлое, сейчас я их испытываю, только когда представляю что-то такое, связанное с партнерами, спонсорами, совместный рост, когда вот, не знаю, я вот представлю, что сейчас, допустим, партнеры, которые живут на съемном жилье, заезжают в свое новое жилье, и у меня прям, я понимаю, что это было достигнуто совместными усилиями, тогда действительно становится очень аж тепло. Эдуард Пак пишет, спасибо за эфир, интересный и познавательный, как всегда, ролики семейные, суперски, да, Эдуард вспомнил ваш крутой ролик с продукцией, с Миражей. У Владимира и Юли есть отличный фонд, где в главной роли тут стройные ножки, догадайтесь, чьи это наши черные. Колготки мы снимали тогда. Ну, знаете, просто, ввиду ограниченности актеров для социальных сетей, потребовались ноги чуть-чуть длиннее, чем у Юли. В общем, партнер попросил, спросил, как будет выглядеть, как будут выглядеть эти колготки на ногах длиннее, чем у Юли. Насколько они растягиваются, спросили. Осталась только одна пара ног. У меня получается рост полтора метра, и я думала, что вряд ли у кого-то из-за того, что все-таки короткие ноги, и первое, что пришло в голову, это чтобы Владимир померял их на себе. Тори пишет, ваша супруга, ваше тайное оружие, она очень вдохновляющий спикер, за кулисье очень действенный мотиватор. Так что, Юля, да, ты вдохновляющий спикер. На самом деле, я человек, знаете, как вот бывает, грубо говоря, как на предприятии, я как айтишник, я выполняю какие-то такие технические решения, а очень много ключевых решений за два года были приняты именно Юли. Не скажу, что все они были успешными, но они не были бы приняты без нее. Поэтому, да, она в нашей семье шея. Это будем завершать. У вас сейчас будет мастер-класс, насколько я знаю. Да. А мы пойдем. Да. Всем спасибо большое, что пришли. Всех партнеров, всех отомян. Обнимаем крепко. Надеемся, со всеми с вами скоро увидимся, когда закончится пандемия. Всем удачи и высоких рангов. Спасибо, ребята. Оля Муратова, я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Я бы с удовольствием, но я не могу вам точно сказать. У вас сколько стран в вашей структуре? Не можешь, потому что сложно сказать, да, кто где? Ну, я думаю, да, потому что, если считать всех партнеров, не все они с нами общаются. Если заходить в продажу в моей группе, наверное, уже 90% людей, я не знаю, кто они. Поэтому, увы, не могу сказать. Спасибо. Спасибо всем участникам данного вебинара. Приходите на следующей неделе, в следующий четверг. Сейчас там зовем в гости только автомастеров продаж. Кремия является нашим гостем сегодня. Спасибо большое, было очень тепло, трогательно, действительно. Спасибо, Вемника. Я всегда с вами классно общаться. Пока-пока. 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 Продолжение следует...